Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сёстры, мы чествовали Пресвятую Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию. Знаете, для того, чтобы как-то особенно прочувствовать то или иное событие нашей Церкви или евангельское событие, для этого нужно что-то очень не личное. Вот когда мы понимаем, что покров — это не просто событие церковное, которое совершилось в девятом веке, а это событие, которое совершается бесконечно в нашей жизни. Вот когда наш соплеменник Андрей Блаженный молился в храме в Лохернском, это была связана молитва с нападением на Византию наших сородичей, которые были еще тогда язычниками и хотели опустошить славный город Константинополь. И вот константинопольцы собрались в этом храме во главе с патриархом Тарасием, которого Церковь канонизирует позже. Также молился там царь Лев, мудрый, как его называет Церковь. И вот эта полнота светского и церковного начала были в единодушии. И вот, воздев свои глаза, Андрей Блаженный увидел Богородицу, которая молилась за народ предстоящий, и затем она раскрыла амафорий, который сняла с своей головы, распростерла над молящимися. И, конечно, он настолько переживал восторженное чувство, что обратился к своему ученику Епифанию и говорит, «Видишь ли, Пресвятую Владычицу Богородицу?» И тогда отвечает Епифаний, «Вижу и ужасаюсь». Вокруг Богородицы был сон святых, и ангелов. А слева и справа, как на вот этой иконе Доброчадия, был Иоанн Богослов, Иоанн Предсеча. Мы обращаем внимание на то, что никто не видел этого. И святой Тарасий, патриарх, и мудрый Лев, император, и простой народ, который молился. А видели это событие только два святых угодника Божия, Андрея и Епифания. Что это значит для нас? В первую очередь то, то в Церкви много происходит невидимо, незримо для наших физических очей. И то, что мы не видим, является славным, торжественным, величественным, прекрасным духовным. Потому что Епифания говорит «Вижу и ужасаюсь». Ее амафор сиял, как солнце. И вот именно этим амафором она покрывала народ Божий, который собрался для молитвы. Нам нужно вспомнить один очень важный образ, из-за апокалипсиса. И вот в 11 главе, в 19 стихе, говорится, «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Мы видим, братья и сестры, ковчег. Ковчег, который в храме на небе. И вот этот ковчег, на самом деле, это не тот ковчег, который был в Ветхом Завете, стоял в храме. И в нем находилась манна, скрижа Лизавета. А это ковчег был символом Богородицы, потому что в ковчеге Завета находились самые основные святыни для еврейского народа. А для новозаветного народа, для церкви, самая главная святыня, это Господь наш Иисус Христос. И хранительницей этой святыни является Богородица. Она ковчег. И часто вы слышите, в молитвах она так и называется, ковчегом, Богоизбранным. И вот здесь уже в первом стихе 12 главы говорится, что она была обличена в солнце и под ногами ее луна. Что такое луна? Луна, она прежде всего показывает изменчивость этого мира, потому что она постоянно или уменьшается, или увеличивается. И вот эта изменчивость мира сего находится под ногами Богородицы. Богородица выше всего этого. И она как бы хочет возвести человека над вот этой изменчивостью мира сего. А венец ее из 12 звезд. 12 и колен израильских, и 12 апостолов. То есть это свидетельство полноты человеческой. И лицом полноты человеческой является Христос. И Он как бы окружает ее через человечество обновленным своим человеческим естеством. И вот дальше во втором стихе говорится совершенно непостижимые слова. Они очень сложно нам их понять. Но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Она имела в очреве и кричала от болей и мук рождения. И вот у нас возникает вопрос. А Богородица ли идет речь здесь? Потому что мы знаем, что Богородица родила безболезненно сына своего. А здесь сказано, она имела в очреве и кричала от боли. И мук рождения. Что-то подобное мы находим у апостола Павла, который говорит, что я в муках рождения. Рождаю каждого из вас, то есть из учеников. У него были ученики. Для того, чтобы в вас изобразился Христос. Да, Спасителя Богородица родила безболезненно. Но каждого из нас, который называет ее своей матерью, она как бы рождает в болях, в болезнях. Для того, чтобы в нас изобразился Христос. Она же является лицом церкви. Потому что церковь это тело Христа. А вот лицом этого тела является Богородица. Потому что без нее невозможно было бы появлению в этот мир Сына Божия, Спасителя Человечества. И вот если Иоанн Богослов, который всегда находился рядом с Богородицей, он опекал ее. Потому что Спаситель сказал Иоанну Богослову, «Се мати твоя!» Помните на кресте. И вот сказано, «Паят ю ученик во свояси!» То есть он всегда имел о ней попечение. И если в этом случае он использует эти сильные очень слова, противоречивые слова, она кричала от боли в муках рождения, то почему он это использует? Для того, чтобы понять, насколько она близка каждому из нас, насколько она рядом с нами, если бы даже посмотреть на все молитвы, которые есть в нашей Церкви к ней, то эти молитвы прежде всего имеют такой смысл. Кто может избавить нас от таликих бед? «Только ты, не има мы иные помощи, разве тебе? Не има мы иные надежды, токма ты, Богоматия, можешь нас спасти. Если бы не ты, не твое предстательство, мы не были бы свободными духовно». Поэтому покров Божией Матери это всегда очень личный праздник для каждого. Потому что каждый из нас чувствует, как она сопутствует ему в жизни ко всякому благу. И несмотря на то, что мы делаем иногда очень тяжелые грехи, она распространяет этот покров. И здесь нужно опять нам вспомнить Писание, как апостол говорит, что любовь настоящая покрывает множество грехов. То есть, если мы любим человека, мы обязательно покроем его грех. Что значит покрыть грех другого человека? Это значит не выставить на стыд и срам человеческий грех, а как бы сокрыть этот грех, не обнажать этот грех, чтобы человеку не причинять боли. И вот она берет эту боль на себя и как бы кричит в муках, рождая духовно каждого из нас, чтобы изобразился в нас Христос. Для нас духовная жизнь иногда очень предстает в таком лирическом свете. Но духовная жизнь, братья и сестры, это не лирик. Это поле сражения, поле войны, брания жестокой. И именно ее заступничеством она распростирает вот этот покров. И этот покров, когда нужно, он как щит защищает от всяких стрел лукавого рожженного. но в то же время этот щит, если нужно, он становится мягким, как перевязочная ткань, которая может всегда утолить боль раны человеческого сердца и души. И поэтому мы, братья и сестры, когда стоим в этот день в храме, мы всегда должны поблагодарить Богородицу за тот труд, который она совершает, когда мы спим, когда мы заняты какими-то другими делами. Вот как бывает, знаете, когда вот что-то прилетает в наш город, но оно не долетает, потому что кто-то не спал и кто-то это сбил. и мы выражаем человеческую благодарность тем, которые хранили наш покой. Но есть те, которые хранят наш покой всегда, наш личный покой. Если хотите, наше личное счастье. Мы вообще мало в жизни понимаем смиренных людей. Смиренные люди нам кажутся иногда слабыми, а иногда их даже просто могут оскорбительно назвать терпилами. Но нужно понимать, сколько вот есть такая даже икона Богородицы Фавори Простасия на греческом языке, что переводится как Грозное заступление. Или вот та икона, которая слева от меня Несокрушимый бастион. То есть ее невозможно сокрушить, несмотря на всю девственность, изящность, светоносность, легкость ее образа. Она не закована в панцирь. И вот это свидетельство всегда того, что любовь самая сильная в этом мире. Если даже мы посмотрим, то благодаря чему и кому мы выживаем в этом мире. Мы выживаем благодаря любви нашей матери, нашего отца есть такие замечательные слова. И все вы их знаете, что материнская молитва со дна морского достанет. И как несправедливо, что забыли вторую часть этих слов, потому что она звучит так, молитва отцовская туда не доведет. И вот нужно всегда об этом помнить. Если отцы еще не начали молиться за свои святые, то впору об этом задуматься. Что не только мать должна доставать своей молитвой со дна морского, когда тонет ваше дитя в житейском море, а нужно отцу молиться, чтобы туда дитя не попало. Потому что молитва отца это всегда молитва сильного человека, который всегда готов встать на защиту. Но мы видим и как материнство проявляет силу в том, что является непобедимость в той любви, в той ласковой, нежной, заботливой, внимательной любви, которая имеет мать по отношению к своим детям. Вот, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы всем вам в этот день святой пожелать, чтобы вы никогда не были разочарованы. И разочарованность, она бывает от того, что мы как бы верим, но не до конца. Мы как бы стали на путь, но одной ногой стоим на истинном пути, а другой ногой стоим на какой-то другой дороге. И, конечно, человек не может идти одновременно двумя дорогами, и человек не может преодолевать жизненные трудности и препятствия, если он сомневается. я знаю и верю, что тот человек, который вкладывает всю свою душу в слова молитвы, тот никогда не будет посрамлен и уничижен. Пусть же будет всегда такая молитва в вашем сердце по отношению, как мы говорим, очень ласково обращаемся к Богородице Матушке, Царице Небесной. Аминь. Аминь.